Нижегородец Владимир Петрович Нарциссов, известный ученый и организатор внедрения севооборотов и интенсивной системы земледелия вне Черноземья, защитил докторскую диссертацию на тему «Зональная система земледелия». Его подход кардинально отличался от используемой в СССР теории Вильямса. Его система земледелия легла в основу используемой методом в аграрной промышленности. Вильямс говорил, что одна система может быть и для Москвы, и для Ставрополья и прочее. Нарциссов как раз стал основоположником циональных систем земледелия, которые зависят от конкретных почвенно-климатических условий. И в начале Нижегородской области, а потом по всей России стали создавать свои системы земледелия. К его взглядам с уважением относились во всех районах СССР. Он выступал с докладами в ГДР, Чехословакии и Болгарии, работал во Вьетнаме, помогал там налаживать сельское хозяйство. За многочисленные научные труды, послужившие развитию отечественного земледелия, награжден орденами и многочисленными медалями. Госакадемия сельскохозяйственных наук присудила ему премию имени Вильямса. Всю свою жизнь он посвятил учебе. Человеком очень неоднозначным и сложным, упорным, упрямым, но очень честным, очень принципиальным. Терпеть не мог близоблюдство, терпеть не мог взятошников и, самое главное, не выносил дилетантов. Он учился всю жизнь. Каждый день он готовился к каждой лекции заново представлять. Пап, я свои лекции уже наизусть знаю, ты-то что готовишься? А вдруг что-то новое появилось? Более 40 лет он руководил кафедрой земледелия и растений-водства в Горьковской сельхозакадемии. Педагогическую и научную деятельность Владимир Нарцисов всегда совмещал с работой в сельских районах Горьковской области и соседних областей республик. Он на практике отрабатывал систему, разработанную для повышения плодородия почвы. Для студентов и преподавателей сельскохозяйственной академии ученый стал легендарной личностью. Он более 10 лет был деканом агрономического факультета и почти 40 лет восклавлял кафедру земледелия. Владимир Петрович Нарцисов, он автор интенсивной системы земледелия и он разработал научную систему земледелия для нечерноземной зоны России. Если на барельефе, значит он этого заслуживает. А вообще это выдающийся агроном, преподаватель, ученый. Сельхозакадемия отмечает 110 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР. Он столько сделал для земледелия, он столько много организовал опытных производственных участков, он ввел впервые с его обороты, он сделал это, сделал то. Вот понимаете, действительно гордость за нашу академию, за нашу историю, что у нас были и есть такие люди. Артем Катков, Виктор Киселев, Объективно, ННТВ.